Всем привет, друзья! Вы на канале садовой техники Gardenstalk. Меня зовут Алексей и я его ведущий. Всех вас рад снова увидеть. Друзья мои, подписчики, все, кто нас смотрит, могли видеть осенью суперкрутой ролик, где я снимал обзор на суперкрутую косилку Zimani Vizdikos, которая может косить все подряд. Мелкоростные деревья, траву с человеческий рост, молодую осоку. Для нее это не составляло никакой проблемы. Такая косилка заинтересовала очень многих. В основном она, конечно, для коммунальных служб, потому что ценник 200 тысяч рублей, да и метровый захват не всем частным лицам нужен. Поэтому нас просто завалили звонками наши покупатели. А есть что-то поменьше, а есть что-то подешевле. Друзья мои, компания Patriot, модель RX 900, 60 сантиметров захвата, 9 лошадиных сил, косит все подряд. Поэтому прямо сейчас наливаем кружку чая, а я вам все подробно расскажу про эту машину. Знаете, какой у меня самый главный вопрос ко всем? Я до сих пор не пойму, это трава-косилка или дерево-косилка. Ведь она косит одинаково хорошо, по-моему, что траву, что деревья. Разницы особо нет. Вы посмотрите, сволы какие толстые. Срубила даже не почувствую. Как вы видите, в правильных руках даже ребенок такой же кухонный сможет работать. Хускуарно FX 555. Суперкрутая профессиональная машина. Таким триммером можно косить все подряд, даже деревья. В принципе, любой профессиональный триммер справится практически с любой травой. Но вот есть одна загвоздка. Те 10 килограмм, а может быть даже больше, приходится носить на себе. И это достаточно тяжелая затея, когда вы ходите с этим триммером 3, а может быть даже 5 часов. Хочется, конечно, такую вещь, чтобы ее катать, а не носить на себе. Именно поэтому компания Патриот сделала для нас отличный миниатюрный мульчер, везде-кос. Также ее называют цеповой газонокосилкой. Такая косилка предназначена для любого типа травы. Трава по колено, по пояс, с человеческий рост. Роли совершенно не играет. Эта косилка предназначена для скоса любой, совершенно любой травы. Будь то свежая осока, либо какой-то сухостой с человеческий рост, роли играть не будет. Вы все отлично видели, как я снимал обзор на косилку Zimani 100, которая с легкостью справлялась с самыми тяжелыми условиями. Ну, я имею в виду, с тобой с человеческий рост. И косила ее без проблем. Зверюга просто, а! Шайтан, машина! Так вот, мы на выходе имеем точно такой же агрегат. Оно шириной захвата в 60 сантиметров. Мощность мотора 9 лошадиных сил. Она у нас самоходная, имеет две скорости вперед и, естественно, заднюю передачу. Вес такой косилки практически 90 килограмм, а именно 89. Теперь давайте вместе с вами рассмотрим каждый узел этой косилки. Мульчера, вездикоса, бурьяна косилки. Да, честно говоря, называйте ее как угодно. Смысл будет один и тот же. Эта косилка предназначена для любой травы. И начнем мы с управления. У нас рулевая колонка, ручка. Видите, рычагов очень много. Я, честно говоря, когда первый раз увидел, я сам офигел. Думаю, да куда ж столько рычагов. Когда я подошел ближе, рассмотрел, то стало все понятно. Здесь, действительно, все очень легко. Сама рулевая колонка у нас регулируется с помощью вот этого рычага. Можно задавать как выше-ниже, в зависимости от вашего роста. Также и влево-вправо она ходит и фиксируется. Если у вас где-то рядом заборы, вы хотите идти, чтобы вам было комфортно с этой косилкой, ставите чуть левее ручку и идете к кости без проблем. Дальше. Здесь же мы видим обычный размыкатель. Если отпустили, косилка, чтобы без вас не работала, она заглохнет. Здесь же у нас сцепление. Но перед включением сцепления мы выбираем скорость. Ну, трансмиссия, которая у нас, я уже сказал, две передачи имеет вперед и одну передачу назад. Сама коробка передач у нас идет шестеренчатая в чугунном корпусе. И здесь же у нас идет включение ножей сцепления. А вот здесь у нас дроссель обычный, с помощью которого мы и задаем обороты мотора. Мотор у нас девятисильный, патриот. Но чем этот мотор будет отличаться от всех других моторов с системой фильтрации? Так как у нас вездикоз косит не только свежую осоку, но и также сухую траву, то и, соответственно, условия работы у этой газонной косилки гораздо суровее, чем у любого мотоблока даже. Потому что пыли очень много. Если у стандартного мотора фильтр идет либо просто пролон, либо бумажный, либо есть масляного типа, то здесь совместили два в одном. У нас идет сверху фильтр бумажный плюс капроновый. И снизу еще дополнительная масляная ванна для фильтрации. Поэтому срок службы такого мотора даже при суперагрессивных условиях будет все равно больше, чем у любого другого аналога. Мотор от компании Патриот. 270 кубиков, 9 лошадиных сил. Старт у нас идет только ручной. Электростартера не будет. Но, как вы все знаете, этот мотор заводится с помощью ручного старта очень хорошо. Но самое интересное в этой машине это, конечно же, привод. Как здесь все устроено, друзья мои. Мотор-то обычный у нас, с обычным валом. Но вот привод у нас здесь идет как на рабочую часть, так и на редуктор отдельно. Сцепление будет идти везде ременного типа. Сама трансмиссия, как я уже сказал, идет шестеренчатого типа. И если вы видите, то вал мотора выходит на шкив. И первый ремень идет как раз таки на трансмиссию. Дальше идет дополнительный вал, который в своем очереди идет еще два вот таких вот шкива. И идет двойной усиленный зубчатый ремень. Я думаю, срок службы этих ремней будет составлять срок службы самой косилки. То есть на весь срок службы. Что еще хочется отметить? Что спереди есть подкатных два колеса, которыми вы непосредственно будете задавать высоту скоса от 2 до 8 сантиметров. Это то, что косилка будет оставлять после прокоса. Очень удобно. В этой косилке мне больше всего понравились ее колеса. Ну, во-первых, они не пневма. Они у нас идут цельно литые. Рассчитаны на весь срок эксплуатации. Не прокалываются. Диаметр 3,5 на 6. Сейчас вы скажете, да никакие тут маленькие. А я вам скажу, что завод-изготовитель предусмотрительно сделал именно такие колеса. Почему? Ну, потому что вот здесь сейчас меня поймут все мотоблочники, которые работают с роторной косилкой. И которым приходится практически бегать за этим мотоблоком, чтобы успевать косить. Потому что если вы дроссель делаете на минимальные обороты, то и косилка теряет обороты. В этом случае все рассчитано. На первой скорости, на максимальных оборотах эта косилка движется со скоростью 2,2 км в час. А вот ротор работает на максимальных оборотах. Но если вас это не устраивает, вы всегда можете включить вторую передачу и выйти на 3,5 км в час. И если нужна большая маневренность, то работаем на первой передаче. Вышли на открытые участки, включили вторую передачу. Супер, супер. Ну и теперь, конечно, перейдем к рабочей части. Я думаю, это самое интересное, что есть в этом везде-косе. Обратите внимание, то, что привод здесь у нас на двух ремнях, я уже рассказал. Теперь смотрим на редуктор и на его размер. Просто огромный редуктор, естественно, имеет огромный моторесурс. Сам вал у нас идет шестигранной на 32 мм. Здесь у нас 12 секций. На каждой секции закреплены 3 ножа. Итого мы имеем 36 ножей. Сами ножи у нас каленые, двухсторонние заточку имеют. Если вы налетели на какой-то камень, кирпич, да что угодно, перевернули на другую сторону, и нет головной боли, где купить новое. Но если нужны новые, вы всегда можете купить у нас новые. Сама трава, которая попадает под... Здесь вот еще очень интересный момент, обратите внимание. У нас спереди вот такая вот защитная дуга. С одной стороны, вы можете ее использовать для того, чтобы перегружать косилку с машины на участок. А с другой стороны, она очень нужна при работе с высокой травой. Когда вы начинаете косить, вот эта вот дуга, она заламывает траву и подает ее непосредственно на ножи. А уже ножи, в свою очередь, ее перемалывают. И здесь же есть вот такая сегментная шторка, фартук. Ну, честно говоря, можно ее назвать как угодно. Для чего она нужна? Для того, чтобы у вас не вылетала отсюда трава и многократно измельчала ее. Ведь эта косилка у нас называется мучером. После нее не надо собирать траву. Она всю эту фракцию многократно измельчает. И вы можете ее оставлять прямо на вашем газоне. Питает все в течение недели. Конечно же, мне, как и вам, хочется взять эту косилку, затащить ее в поле и показать, и самому посмотреть, насколько круто оно работает. Но, друзья мои, что я могу сказать однозначно и какие плюсы я могу отметить в этой косилке. Что касается мотора. Достаточно мощный мотор. На ширину 60 сантиметров 9 лошадиных сил. Такого я, честно говоря, не встречал. Мотор имеет двойную фильтрацию. Тоже все здорово. Управление. Класс. Продумали все. Ручка максимально удобная. Настроить можно под любого оператора. Ремни двойные. Запас прочности двойной. Сами сегменты двухсторонние. Отлично. Все косить будет точно. Колеса литые. Непрокалываемые. Срок службы вечный. Сама трансмиссия шестеренчатая в чугунном редукторе. Ну, честно говоря, слабых мест я у нее не увидел. Но еще один очень важный момент. Обслуживание этого агрегата. Ведь завод-изготовитель предусмотрел в буквальном смысле все. Мотор. Надо обслуживать каждые 50 часов. Не 10, не 15. А вот что касается всех подшипников, которые вы обычно разбираете, смазываете, разбираете, то здесь в каждом крутящем моменте есть товотницы, которые вы можете элементарно пришприцевать. Раз. Два. И тем самым не надо ничего разбирать. Вы эту косилку можете обслуживать, ну, в прямом смысле в гаражных условиях. Конечно же, с первыми лучами солнца и с первой травой я выгоню этот компактный везде-кос и продемонстрирую его в деле. Поэтому, кто еще не подписался на наш YouTube-канал Яндекс.Зен, либо Рутуб, сделайте это прямо сейчас. Будет очень много обзоров. Друзья мои, а кто хочет ознакомиться, пощупать руками и посмотреть, насколько толково сделан этот везде-кос, то мы ждем с радостью о нашем магазине, который находится по адресу Московская область, Пушкинский район, села Тарасовка, улица Большая Тарасовская, дом 81. Где либо я, либо какой-то другой менеджер расскажет и покажет каждый болтик этого везде-коса. И вы поймете, что он действительно очень крутой. Всех ждем в нашем магазине. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...